Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Книга и вы смотрите новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите. В Центральном парке города Видное масштабно отметили День защиты детей. Ни одной пустой площадочки. Все, что можно здесь заполнить, всего не заполнят. Состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню предпринимателя. Хочу, чтобы каждый из вас ощущал, что он вас требовал. В деревне Спасское прошла встреча главы Ленинского городского округа Станислава Катарова с жителями. Мы тогда вас попросим с нами еще раз по этому проекту. В Центральном парке отметили День защиты детей. Маленьких гостей мероприятия ждали концерт, развлекательная программа и мастер-классы. К всеобщему веселью присоединилась Инга Янчук. На входе в Центральный парк гостей встречал ансамбль русских народных инструментов «Родник». А на сцене выступали хореографические коллективы с танцами разных народов. В каждой точке Центрального парка было многолюдно. Интерактивы, игры и развлекательные программы ожидали людей повсюду. Ни одной пустой площадочки. Все, что можно здесь заполнить, всего не заполнено. Поэтому я хочу всех поблагодарить, кто принимал участие. Это все абсолютно наши структуры и общественная организация. Я хочу поблагодарить наших жителей, которые все-таки встали, вышли из дома, взяли детей и пришли в парк. И это замечательно. В Центральном парке также прошли мастер-классы для детей и взрослых. На одном из них можно сделать украшения из мозаики, чему детей учила мастер Лариса Устинова. Мастер-класс рассчитан для детей. Дети с удовольствием проявляют свои творческие способности. Они придумывают и делают подарки для своих близких, для бабушки, для мамы, для сестры. И это очень красиво, это очень эстетично. Здесь же маленьких гостей ждал мастер-класс по росписи пряников. Нажимаешь и разукрашиваешь. Ага, спасибо. Да, только вверх сильно не поднимай мешочек, хорошо? А то у тебя не будет крем ложиться на пряничек. На площади у фонтана каждый ребенок мог преобразиться с помощью аквагрима и выйти за стола с необычным рисунком. День детей, поэтому мы пришли с ребенком в парк погулять, повеселиться, покататься. Ребенок увидел, что здесь рисуют аквагрим, и вот попросил, мы нарисовали. У нас он любит именно морских животных, поэтому без них мы никуда. Самым ярким во всех смыслах событием стало дружеское сражение во время фестиваля красок. Каждый стремился как можно сильнее раскрасить соперника. Выиграть по правилам должен был самый разукрашенный участник. Ну это вообще огонь! Как же можно не радоваться? Просто вообще уху! Я люблю рисовать и краски тоже. Мне очень нравится, у меня самое клевое ощущение. Я очень рада. Здесь также бесплатно раздавали мороженое. Больше тысячи угощений получили взрослые и дети. Досталось даже нам с оператором. Угощайся! Был замечательный праздник. Подавать мороженое бесплатно. Очень приятно. Очень вкусно. Раз, два, три, четыре, пять. В общем, хорошее настроение. Мороприятие отличное. Занимаются детей. Мне здесь очень нравится. Мороженое очень вкусное. Праздник в Центральном парке получился насыщенным и запоминающимся. Каждый ребенок смог провести время интересно и весело. Инга Янчук, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Виднетове. В День защиты детей около кинотеатра «Искра» состоялся праздничный концерт и конкурс на лучший рисунок на асфальте. Побывала на мероприятии наш корреспондент Юлия Стаферова. 1 июня – это не только начало лета, солнца, каникул и прогулок. В этот день отмечают Международный день защиты детей и проводят развлекательные мероприятия для всей семьи. Один из таких праздников около кинотеатра «Искра» организовали сотрудники Дворца культуры «Видное». На сцене юные таланты пели и танцевали. Большой концерт, где выступает порядка 350 детей. Это коллективы нашего города. Мы устраиваем этот большой праздник так, как устраивали бы для своих детей, потому что, как известно, чужих детей не бывает. В фестивале рисунков провели всеми любимые персонажи из мультфильма «Фиксики» – Нолик и Симка. Детям они дали задание нарисовать рисунок разноцветными мелками на тему семьи или экологии. Полина Горасько посвятила свой рисунок защите природы. Я хочу описать то, что природе надо как-то заботиться и защищать ее. Я тебе думаю, чтобы ее как-то не рвали, не портили, что-то такое. Не пачкали ее как-то либо. Ну и не мусилили в этом смысле. Когда дети счастливы, то и родители спокойны. Весело, дети радуются. А что еще нужно 1 июня? Для детей как бы все хорошо. Вот видите, рисуют все. Положительные отношения. Ребенок с удовольствием сюда ходит отдыхать. Ну а сегодня праздник, поэтому мы здесь. Многие родители тоже решили вспомнить свое детство и активно стали участвовать в конкурсе. Мы с мамой рисовали этот рисунок красивый. Что ты изобразил? Я изобразил природу, что должна она быть чистой. Детский праздник, посвященный Дню защиты детей, устраивают уже не первый год подряд. Поэтому дети уже сами просятся на это развлекательное мероприятие. Здорово, ребенок сразу сюда. Мама, пойдем скорее на праздник. Схватила мелок, начала рисовать. Здорово, что такие мероприятия устраиваются. Ни один юный художник не ушел без подарка. Юлия Стаферова, Алексей Астафуров, Ольга Садовская, Видное ТВ. Торжественный прием, приуроченный к Дню предпринимателя, прошел на территории музея-заповедника Горки-Ленинские. На него были приглашены более ста представителей малого, среднего и крупного бизнеса Ленинского городского округа. Поздравить бизнесменов с профессиональным праздником отправилась и наша съемочная группа. Не случайно День предпринимателя решили отметить именно в музее-заповеднике Горки-Ленинский. Зинаида Григорьевна Морозова, владевшая усадьбой до Октябрьской революции, была, как бы сейчас сказали, успешной бизнесвумен. Открывая мероприятие, к собравшимся обратился глава Ленинского городского округа Станислав Катаров. Хочу, чтобы каждый из вас ощущал, что он востребован, что ваше предприятие самое ценное, что вы делаете ту продукцию или те услуги, оказываете, которые нужны нашему муниципалитету, нужны Подмосковью, нужны всей России и всему миру. Я хочу, чтобы вы развивались и не видели границ в развитии. И это не просто слова. На территории муниципалитета сейчас работает более 18 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. И руководство округа прикладывает все усилия, чтобы представители бизнес-сообщества чувствовали себя комфортно. Ленинский у нас вообще уникальный, и в нем действительно комфортно вести бизнес, потому что здесь совместно идет конструктивное взаимодействие, работа по развитию бизнеса, торгово-промышленной палаты и ее руководителей с органами исполнительной власти. Их голова всегда вместе с бизнесом. А когда есть договоренности, когда есть понимание, куда двигаться и чем помочь бизнесу, предпринимателям со стороны власти, всегда есть результат. Действительно, именно по просьбе предпринимателей на территории муниципалитета запущено несколько крупных инфраструктурных проектов. У нас есть промышленная территория, это северная и южная промзоны, которые имели определенные проблемы логистические, транспортные. И на сегодняшний момент эти проблемы достаточно оперативно решаются. Есть определенные проекты, даже уже ведутся работы по строительству некоторых развязок, которые, безусловно, облегчат жизнь предпринимателям. 2024 год объявлен в России годом семьи. В Ленинском округе особое внимание оказывается семейному бизнесу. На сегодняшний момент в нашем комитете уже более 25 предприятий. И, естественно, Ленинский городской, он большой. Пока мы еще не всех охватили, но я могу сказать, что каждая вторая пекарня – это семейный бизнес. Одна из главных целей в работе с бизнес-сообществом, которую на празднике озвучил глава округа Станислав Катаров – увеличение рабочих мест. Для себя мы ставим задачу на этот год в создании более 7 тысяч новых рабочих мест. На текущий момент мы создали уже почти 2 тысячи новых рабочих мест. Я уверен, что эту задачу мы выполним. И каждый год мы будем ставить для себя все новую и новую планку, потому что только так можно дать жителям возможность работать здесь, на территории нашего городского округа. В ходе мероприятия лучших предпринимателей отметили областными и муниципальными наградами. В деревне Спасское прошла встреча главы Ленинского городского округа Станислава Катарова с жителями. Благоустройство памятника и его прилегающей территории стали основными темами обсуждения. Площадка у памятника героям Великой Отечественной войны в деревне Спасское – одно из основных мест встреч и общих собраний жителей. Люди своими усилиями облагораживают прилегающую к монументу территорию. За этим памятником ухаживают все досконально жители нашей деревни. Цветы мы сажали сами и проводим здесь митинги. В честь 9 мая, даже на Новый год здесь елку ставили. Жители деревни Спасское обратились к главе Ленинского городского округа с просьбой расширить территорию рядом с памятником. Благоустройство прилегающей территории, вот она совершенно такая крохотная. Мы просим только осваивать, мы просим вот минимум. Там сделать светники и между ними там речные такие, между этими бетонами, чтобы можно было сесть как лавочка. Станислав Катаров принял решение провести еще одну встречу со старостой деревни Алой Третьяковой по вопросу благоустройства. И отметил, вопрос расширения территории будет рассмотрен уже в этом году. Мы тогда вас попросим с нами еще раз по этому проекту встретиться, посмотреть. Предложим тогда, как это вы видите, посмотрим, может быть, какие-то дополнительные предложения внесем. Тем более, следующий год у нас 80-летие, да, обязательно нужно привести в порядок, поэтому обязательно это сделаем. Во время встречи глава муниципалитета стал свидетелем затора, образовавшегося на Спасском проезде. Больший груз и автобус не смогли развернуться, на дороге образовалась пробка. Станислав Катаров заверил, будет разработан проект по скруглению радиуса и расширению дороги, что позволит избежать пробок в будущем. Вот сейчас здесь едем, очень тяжелая ситуация, автобусы проехать не могут. Я попросил вас посмотреть, как трассировку дороги пустить, и чтобы это прошло. Потому что здесь нужно скругление радиуса, и тогда там будет нормальный уже хороший тротуар, и все остальное. Встречи главы Ленинского округа с жителями позволяют решать все вопросы совместно в формате прямого диалога. Инга Янчук, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. В день памяти новомучеников на Бутовском полигоне состоялась божественная литургия под открытым небом, посвященная жертвам массового расстрела. Богослужение совершил митрополит Крутицкий и Коломенский Павел. Все подробности в сюжете нашего корреспондента Юлии Стаферовой. Бутовский полигон – одно из самых страшных мест в советской истории. Здесь в середине 20-го столетия массово расстреливали священнослужителей и тех, кого считали врагами народа. В расстрельном списке больше 20 тысяч человек. Для того, чтобы почтить память жертв политических репрессий, на Бутовском полигоне ежегодно проводят божественную литургию. Глава Ленинского городского округа Станислав Катров лично встретил митрополита Крутицкого и Коломенского Павла, который совершил богослужение в окружении епископов и священников. Я куба в слове не всего веки веков, а мне не. Господи, помимо, Господи, помимо, Господи, помимо. В этот день сотни православных верующих пришли почтить память тех, кто погиб от сталинских репрессий. Это очень важное событие. Стараемся посещать каждый год этот день Бутова. Это же память наших верных отцов, которые отдали жизнь за нас. Своей верой показали, научили нас любви, верой. Что хочется сказать? Господи, спаси нас, Господи, Россию нашу. Мы должны, конечно, упоминать их, приезжать сюда, молиться. То есть это как бы христианский православный дом. Для некоторых прихожан это личная трагедия. Людмила Твердовская через много лет узнала, что на этом полигоне расстреляли ее деда. Поляка по национальности преследовали по политическим мотивам и приговорили к смертной казни. Я приезжала сюда уже не один раз. И каждый раз находила для себя что-то новое. Потому что духовно они очень поддерживают. Вообще наши все мученики христианские, особенно вот эти новые, потому что они ближе всего к нам. Они слышат. И вот человек, он как бы, душа откликается, мы чувствуем это. Напомним, что Днем памяти жертв политических репрессий в России считается 30 октября. Юлия Стаферова, Алексей Астафуров, Гульнара Балаева, Видное ТВ. В городах Московской области второй год подряд проходит фестиваль современного танца «Город танцует в парках». Цель проекта – дать возможность любым танцевальным коллективам выступить на сцене и побороться за звание победителя. Ленинский городской округ вновь принял участие в конкурсе. Лучшие творческие команды встретились в парке «Опаренки», чтобы показать свое мастерство профессиональному жюри. Подробнее расскажет Арина Лукьянцева. В этом году в фестивале впервые участвуют все города Московской области. Из 1200 заявок было отобрано 300 танцевальных коллективов из 55 городов Подмосковья. Старт празднику танца дала заместитель главы Ленинского городского округа Татьяна Квасникова. Город наш вообще безумно влюблен в танец, в любой, в народный, в эстрадный, в спортивный. Родители ведут детей во все возможные студии, студии наши востребованные. Проект реализуется при поддержке правительства Московской области, Министерства культуры и туризма и команды губернатора Московской области. Главным организатором фестиваля выступает Московская областная дирекция по развитию парков. В этом году людей намного больше. И на самом деле хочу отметить, что в Ленинском в этом году больше заявок именно танцевальных. Плюс еще хотим поблагодарить Ленинский, что они принимают еще коллективы из соседних регионов. Десять лучших команд подготовили номера в разных стилях, в числе которых хип-хоп, контемпорарий, эстрадный танец, авторская хореография. Удивляли также костюмами, пластикой и артистизмом. Номер у нас особое задание про элитных девочек-бандиток, у которых есть особое общее дело. Я очень довольна своими девочками. Мы даже не ожидали, у нас все достаточно хорошие комментарии от жюри. Мастерство оценивали заслуженный артист России, художественный руководитель фестиваля Егор Дружинин и профессиональный танцовщик, хореограф Александр Могилев. Как отмечают профессионалы, в Ленинском округе за год танцы вышли на новый уровень. Коллективы стали лучше танцевать. Нам кажется, что поступательное движение и есть, что город начинает танцевать лучше и лучше. И, собственно говоря, тогда то, зачем мы этот фестиваль создавали, работает. Яркие номера никого не оставили равнодушным. Зрители прониклись уникальной атмосферой мероприятия. Концерт очень нравится, классно. Дети замечательные, все очень супер. Погода солнечная, настроение такое же. Очень приятно находиться в парке. Как бы такая атмосфера теплая здесь, да, можно погулять и заодно послушать, посмотреть выступления исполнителей. Городские площадки очень сильно развивают детей. Это именно улица. Здесь они сами за себя. И здесь им в любом случае тяжело. Условия другие. Улица, солнце, жара. Это новые условия. И в любом случае это дает им возможность развиваться. Победителем отборочного этапа стал коллектив «ПДФ». Ребята примут участие в галоконцерте, который пройдет в сентябре в одном из городов Подмосковья. Они запомнились чувственным номером и высокой техникой исполнения танца. Мы рады, что нам удалось выступить на таком концерте и мероприятии. Очень классно. Вообще сюда попасть. Номер о чувствах к какому-то близкому человеку. Таких трепетных, грустных немножко. Они выделялись, во-первых, своим стилем и отношением к музыке и вообще к тому, что сейчас происходит в танцевальной культуре. Помимо номеров участников фестиваля, гости также смогли насладиться концертной программой танцовщиков из команды Егора Дружинина. Завершилось мероприятием мастер-классом от победителя четвертого сезона проекта «Танцы на ТНТ» Виталия Уливанова. Арина Лукьянцева, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова